Детский сад Ставить свою кровиношку Любимую у чужого человека Когда уже вроде бы пора на работу Но тебе не сильно хочется И ты думаешь идти в детский сад или не надо У тебя сомнения А у ребенка затягивается адаптация А кроме родителей кто или что еще Может удержалить эту адаптацию Вполне может удержалить адаптацию Рождение второго ребенка Чувства которые испытывает малыш они вполне понятны У тебя родился братик или сестричка Тебя отправили в детский сад В этот же самый момент То есть даже маленький ребенок понимает Конечно понимает Такое ощущение у него что он уже семье своей не нужен Поэтому если у вас родился второй ребенок То хорошо бы чтобы старший пошел в детский сад Не в тот момент когда все это произошло А между этими событиями было хотя бы Четыре месяца Тогда вот эта вот связь между походом в детский сад И рождением младшего не будет Для ребенка такой очевидный Чтобы он успел полюбить младшенька Как минимум То есть получается любой стресс в этот момент может усложнить как раз адаптацию Совершенно верно Любой стресс Развод родителей Переезд в другую квартиру Кризис трех лет Все что происходит с ребенком Может усложнить адаптацию Мало того родители очень часто Представляют себе вот в уме Радужную картинку Как малыш Пойдет в детский сад И будет весело махать им из окошка Говорит уходите Я здесь буду до вечера ждать Ну а потом получается все не так по итогу И вот эти вот такие вот несбывшиеся ожидания мучают родителей А они потом мучают этими несбывшимися ожиданиями своих детей Нужно быть готовым к тому, что адаптация в любом случае будет Она у всех детей происходит Просто происходит она у всех по-разному Кто-то проживает ее вот в душе, тихо, молча А кто-то выливает всю свою адаптацию, все свои эмоции слезами И вот на самом деле, вроде бы, по идее, те, кто тихо молчат и переживают Кажется, что у них все в порядке Но на самом деле, тут еще надо задуматься У кого могут быть после всего этого большие психологические проблемы Потому что ребенок, когда проорался, проревелся Он все это выплеснул в детском саду И ему легче, возможно, чем тому, кто все это в себе в глубине душит Какое-то страшное слово адаптация в детском саду Ну да, звучит не очень Насколько длинно может тянуться этот период адаптации? От 3 до 6 месяцев Да, то есть вот до полугода Причем бывает такое, что ребенок идет в детский сад с радостью Чуть ли не на второй день уже остается спать С улыбкой убегает, а потом через 2 недели начинает плакать И мама начинает копать Что случилось? Кто обидел моего малыша? На самом деле, есть возможность, что в детском саду ничего страшного не произошло Просто ребенок до сих пор еще находится в адаптации И плачет он именно потому, что до сих пор к детскому саду привыкает Но бывает еще и такой момент, когда в саду ведет себя спокойно, домой приходит, начинает орать и рыдать Почему это происходит? Бывает очень часто такое, действительно родители этим вопросом частенько задаются Все потому, что мы все, все и большие и маленькие Можем позволить себя вести хуже всего Только с теми, кому больше всего доверяем Вот пришел домой к маме То есть дома, Таня, не на работе Вот это устраивает все Вот проведите параллели между взрослыми людьми То, что мы позволяем себе дома, никто из нас на работе себе точно не позволит Так и дети Он весь день в детском саду в группе держался Все эти эмоции и напряжение было в нем внутри А когда он пришел домой, вот его мама Здесь все спокойные, ну здесь все его стены Все вот близкое такое окружение И тут он уже разревелся, расплакался и вылил Все, что у него накопилось Вы как раз в этой ситуации относитесь к этому не как к какой-то проблеме Ай-яй-яй, он так себя ведет хорошо в садике, а дома плохо А относитесь к этому так, как будто вот вы для него самый близкий человек Только вам он может все это доверять Выговорился, да? Да, жилетка, да, побыть жилеткой в этот момент Больше терпения тогда вот к такому поведению Какие еще, Олесь, ошибки родители совершают во время адаптации к детскому саду? Убегают, не попрощавшись с ребенком Потому что не могут слышать и переносить, как ребенок плачет А как же долгие проводы, лишние слезы? Вот именно, это лишние слезы Есть тут два варианта Или сидеть до победы, успокаивать ребенка в раздевалке Ну ни к чему хорошему это не приведет Или уходим, оставляем ребенка плачущего Передаем в руки воспитателю Но обязательно вот обозначим Я ухожу, но я вернусь После того, как ты поспишь, покушаешь, поиграешь Я сразу же приду И из этой же ошибки вытекает другая, следующая ошибка Когда родители не доверяют воспитателям Тем людям, которым они оставляют своего ребенка А когда нет доверия у мамы То откуда этой уверенности и спокойствию взяться ребенку То есть начинаем с себя, помогаем ребенку Ну что ж, спасибо большое Это были советы от маминой школы Олеся, спасибо большое Спасибо за очередную порцию таких дельных советов для родителей Мы очень надеемся, что они им пригодятся И до новых встреч Всего хорошего Пока Ну а прямо сейчас Анастасия Василькова Расскажет нам про самые популярные парфюмерные термины Итак, внимание, слушаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому